Добрый день! Сегодня хочу рассказать историю, как мы ставили себе на даче такой сантехнический блок из раковины, унитаза и душа. У жены возникло настойчивое желание помыться спокойно на даче. У нас не было до этого никаких таких удобств. А после тяжелой работы на грядках хочется помыться и завалиться уже спать чистенько. Поэтому она порыскала в интернете, и вот что-то ей там попалось, и она заказала. Состав заказа вы видите на экраны с ценами. Оказалось, значит, что это все делает дед, такой, скажем так, рожденный в СССР, из 90-х, начавший свой бизнес, выбравший вот эту, скажем так, нишу. И вот как он там начал делать в 90-х, так он с тех пор все это и делает. Какой-то он там к своему простенькому сайту прикрутил интернет-магазин, в котором невозможно даже скорректировать заказ. Вот размещаешь заказ, тебе там пишут, заказ некорректен. И очень долго и тяжело приходится с этим дедом общаться. Оказывается, что скорректировать заказ нельзя, нужно оформлять новый. И, как вы видите, в большинстве опций включена установка. То есть, здесь у нас стоят полипропиленовые трубы, на которые большинство вот этих комплектующих завязаны. То есть, вы не можете произвольным образом выбрать, потом доставить опции, потому что они завязаны на подводку. Ну, например, если вам кажется, что водонагреватель за 14 тысяч дорого, там, в магазинах вы видите, за 6 тысяч, то это оказывается, потому что этот водонагреватель горизонтальный, а вы смотрели на дешевый вертикальный обогреватель. И поэтому никто, он вам не будет его менять на более дешевую модель, будет ставить только свой, дорогой. Ну, в общем, что делать нечего, нужно мыться на даче. Заказали 24 апреля, и нам привезли в будний день 13 июня. Хорошо, что я у Даленки с дачи могу работать, не у всех есть такая возможность, хотя обещали там с 5 по 11 июня. Сложно сказать, да? Долго это или быстро, может, как другие делают, не знаю. Ну, в общем, все это привез вот этот дед на прицепе своего легкового автомобиля. Вот, вы видите, конструкция такая небольшая, максимально компактная. Курили там в течение целого дня, не на участке. И самый главный, на мой взгляд, недостаток, это узкая дверь. Она меньше 55 сантиметров в просвете. То есть, ну, я как стандартный человек, я уже привык, что из-за своего роста, там, 189 сантиметров, я головой о все ударяюсь. Вот, но тут я уже даже по плечам не прохожу, приходится бачком заходить. Вот, ну, видите, конструкция, она максимально дешевая. Сейчас я тут фотографии вам покажу. Вот так это выглядит. Вот, видите, здесь за эту цену 80 тысяч, здесь вот всего лишь такая обрешёточка. У других за такую цену, ну, просто нормальные, хорошие деревяшки во всю стену. Вот, и обшито это сайдингом, с одной стороны, с другой стороны, такими вот дешевенькими панельками ПВХ. Ну, понятно, это всё марка, особенно марки внешней, да, бежевый сайдинг. Ну, стоит за это платить 80 тысяч или нет, как бы решайте сами. Ну, дед прямым текстом говорил, что максимально дёшево. И вот здесь видите на фотографии вот этот бак горизонтальный. Ну, вот его конструкцию никак в вертикальные баки не помещаются, дешёвые. Соответственно, смеситель здесь на раковине силуминовый, самый дешёвый. Знаю, ну, тут предлагалась базовая комплектация душ с двумя вентилями. Ну, мне кажется, это совсем неудобно два вентиля крутить. Я привык к однорукому смесителю, поэтому кое-как удалось там отказаться. И он поставил наш смеситель. Причём, говорит, я, конечно, закупал смеситель за 1700, ладно, я не буду его ставить, сделаю скидку 1500. Вот. Ну, поставили, в результате наш, он хороший. Мы купили подороже из нормального материала. Соответственно, там вся эта полипропиленовая дешёвая разводка, которая вся шатается. Вот страшно подключает шланг сзади. Думаешь, не отвалится ли всё это? Вот. Соответственно, дальше вы на фотографиях. Вот так это выглядит с этой узкой дверью. Вот этот провод в комплект не входит, пришлось мне самостоятельно его подключать. Вот. Видите, здесь самая дешёвая такая вот труба, даже без сифона. Ну, низенький стандартный унитаз. И с таким невысоким бортиком полукруглый такой поддончик. Ну, это смеситель уже наш поставили. Вот здесь это не лампочки, это вентиляция. Соответственно, у вас вентиляция над раковиной не будет. Ну, там по бешеным ценам были всякие держатели для унитазов, полотенец, шторки и так далее. Поэтому мы их потом сами закажем, прикрутим. Ну, здесь уже немножко даже топорщится этот простенький линолеум. Жена спрашивает, не темно ли? Конечно, не темно, потому что тут стены просвечивают. Вот. Соответственно, лампочки здесь стоят. Давно таких не видел. Уже компактные иллюминисцентные. Не светодиодные. Всего лишь две их лампочки. Ну, и где-то там под потолком вот этот выключатель нужно дотянуться. Вот. Соответственно, говорю, может быть, вы как-то скидочку сделаете, что у вас такая узкая дверь. Либо переделаете. Где-то прям чуть ли не истерика там в отказную. Если вы там типа заплатите меньше, к вам гости приедут. Значит, такие вот повадки из 90-х. Вот. Ну, тяжелое в общении, да? Как бы не все могут общаться с такими людьми. Соответственно, пришлось ему вот по этим ценам все отдать. Только наличными принимает. Никаких там переводов. Расписок не выдает. Вот. Соответственно, ну, он только проводит инструктаж о том, что здесь нужно все на зиму сливать. Вот. Потому что, видимо, те, кто это забывает, тут все промерзает, разрывается. Вот потом все это приходится людям обширку снимать и отсюда все это ремонтировать каждый сезон. Ну, сзади все это сливается. Просто справочно говорю, в такие баки 50-литровые, которые закопаны сзади этого душа. И там еще метр до забора, потому что нужно вставить баки. То есть, так достаточно много места занимает, несмотря на компактные размеры. Вот. А, соответственно, сколько вы там накакали, потом будете ковшиком из этого бака 50-литрового вытаскивать. Вот. Поэтому, смотрите, может быть, стоит чуть где-то, может быть, подороже заказать, да. Но базовую конструкцию, а потом уже, действительно, собственными силами какие-то нужные именно вам опции поставить. Потому что здесь, в таком варианте, конечно, получается, с одной стороны, по среднерыночным ценам, но с какими-то очень простенькими, дешевыми комплектующими на вас этот пенсионер зарабатывает. Ну и, как бы, платите вы за решение под ключ. То есть, для какого-то постоянного проживания я бы такое, конечно, не рекомендовал. Но если вы там в режиме раз в неделю приезжаете на дачу, вам нужно только с субботы на, там, не знаю, воскресенье помыться. Десять, там, двадцать раз в году, то, наверное, такое решение вам подойдет. Вот. Большое спасибо за просмотр. Задавайте вопросы, ставьте лайки. Вот. Буду рад вам помочь. Ну, все это суммарно, как вы поняли, стоит сто сорок, там, пять тысяч. Спасибо. Спасибо. Спасибо.